Бурецкого боксера, четырехкратного чемпиона России, претендента в олимпийскую сборную на игры в Токио, дисквалифицировали на два года. Тамир Голланов отстранен за нарушение антидопинговых правил. Спортивная общественность Бурятии в шоке. Есть планы обжаловать решение Русада. О дисквалификации сообщило российское антидопинговое агентство. Специальную пробу у боксера взяли около месяца назад. Тогда он находился на сборах в Сочи. Результат исследований шокировал многих. Федерация бокса России на основании и в исполнении решения Русада приняла решение дисквалифицировать спортсмена Голланова-Тамира на два года за нарушение общероссийских антидопинговых правил, начиная с 12 марта 2019 года. В допинг-пробе спортсмена обнаружили фуросимид. Само по себе вещество не является стимулятором. Это мочегонное средство, но может быстро выводить из организма запрещенные вещества. А потому препарат приравнен к допингу, для чего использовал его Тамир, можно только догадываться. В единоборствах и в боксе, в частности, спортсмены гоняют вес для того, чтобы войти в нужную весовую категорию. В частности, Тамир боксирует до 52. Возможно, он не успевал согнать вес, да, и вот так сделано. Так ли это, пока не ясно. Телефоны спортсмена и его тренера вне зоны доступа. В настоящий момент они находятся в Москве. Однако источник Федерации бокса Бурятии сообщил нам, что, скорее всего, подготовят протест. Но изменить что-либо будет сложно. Мы, конечно, готовы приложить все усилия для того, чтобы помочь нашему спортсмену, может быть, реабилитироваться. Но пока мы можем только констатировать, что если это все действительно так, и запрещенный препарат был найден в допинг-пробе нашего спортсмена, то, к сожалению, здесь ему вряд ли мы сможем чем-то помочь. Уже не исключают, что скандал с допинг-пробами может поставить крест на участие спортсмена в Олимпийских играх 2020 года. К ним Тамир Галанов шел несколько лет. Даже если удастся реабилитироваться, то это займет много времени. А отборочные соревнования, по итогу которых объявят состав сборной России, уже не за горами. Ольга Арсенукаева, Борис Геленов, телекомпания «Орегус».